Ваше сердце – это Божья комната, это не гостиная. Это означает, что ваше сердце – это молитвенная комната, а не гостиная. Слова «Ваше сердце – это Божья комната» означает Божью молитвенную комнату. Что вы делаете с вашим сердцем? Вы прощаете тех, кто грешит против вас? Что вы храните? Ваше сердце в тюрьме? Боль прошлого, зависть? Ревность? Если ваше сердце не свободно, то нет пути для продвижения, потому что ваше сердце – это Божья комната. У вас есть сейчас возможность, благодать перед началом молитвы. Вы можете начать примирение сейчас. Скажите сами себе, «Я на самом деле имею это в виду». Правы вы или нет, может, кто-то вас обидел. Вы не имеете права хранить обиду. Если вы храните какой-либо негатив по отношению к своему брату, то вы уже огорчили Святого Духа. Любая недоброжелательность, даже если вы правы, зрители всего мира, мы не можем молиться без Святого Духа. Вам нужно знать свою принадлежность перед тем, как мы будем молиться. К чему я предназначен? Я знаю, к чему я предназначен. Я предназначен для присутствия Божьего, потому что в Его присутствии я силен, я всем доволен. Сейчас начните примирять себя. Начните прощать и забывать. Прости меня, как и я прощаю тех, кто грешит против меня. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Вы должны на самом деле иметь это в виду. Вам надо позволить вашему сердцу говорить за вас, потому что ваша реальная сущность связана с вашим сердцем. Ваш Дух, ваше сердце. Вот что является реальностью. Пусть ваше сердце говорит за вас. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Те из нас, кто все еще борется со своим прошлым, с болью прошлого, с прошлыми обидами, я молюсь, чтобы вы были освобождены во имя Иисуса. Будьте освобождены во имя Иисуса. Вы здесь не для встречи с человеком, а для того, чтобы встретиться с Богом. Бог не человек. Во имя Иисуса вы освобождены. Будьте освобождены во имя Иисуса. От боли прошлого будьте освобождены во имя Иисуса. От этой горечи будьте освобождены во имя Иисуса. Будьте освобождены во имя Иисуса. Зрители, я возлагаю мою руку на вас, чтобы освободить вас от этой боли прошлого. Примите эту природу Божьей во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу верить, что вы освобождены. Вы верите со мной? Присаживайтесь. Если вы верите со мной, то два верующих – это лучше, чем один, если они в единстве. Если вы верите со мной, что вы освобождены, то вы на самом деле освобождены. Сейчас вы можете чувствовать Божье присутствие. Вы чувствуете Его? Сейчас ваше время для встречи с Господом. По мере нашего продвижения, Дух высвобождает свое послание. Это слова веры, которые будут созидать вас, а не просто наставлять. Когда мы говорим «Я человек веры», многие из нас не знают, что это значит. Многие так говорят. Но что для вас значат слова «Я мужчина веры», «Я женщина веры»? Ведь это наше название, как христиан. Поэтому вы не должны называть себя женщиной веры, если вы не знаете, что это означает. «Это значит, что я доверяю Богу всесторонне». Может какая-нибудь женщина сказать, что это значит? Это верить Слову Божьему и верить на основании Его Слова. Когда мы говорим «Я человек веры», это значит, что вы используете слова веры и производите результат веры. Знаете, что это значит, использовать слова веры? Если я говорю, что я человек веры, я использую слова веры, чтобы производить результат веры. Если нет этого результата веры, то это значит, что моя вера – это просто вера в веру, а не вера в завершенную работу нашего Господа Иисуса Христа. И знаете, что я подразумеваю под библейским языком? Это язык, который использовал Бог, чтобы создать и спасти нас, чтобы исцелять, чтобы благословлять, судить и править нами. Вот что такое язык Библии. А язык нынешнего времени – это язык, который мы используем постоянно повсюду, чтобы сплетничать, давать указания, «сделай то» или «сделай это», или чтобы говорить со своими детьми, «Эй, глупый, иди сюда», чтобы петь песни. Ведь можно петь евангельские песни и не быть христианином. Чтобы рассказывать истории, заниматься бизнесом или сегодняшней политикой. Все это – язык нынешнего времени. Когда вы говорите, что вы мужчина веры или что вы женщина веры, это значит, что вы используете слова веры и производите результат веры. Решение.